Седьмой класс, 24 серия. Решение задач. Задача первая. Найдите значение параметра А, при котором уравнение не имеет корней. Так, вот эти слагаемые можно перенести из одной части равенства в другую. Получится 5х минус 6х равняется 8. Х как общий множитель можно вынести за скобки. Множитель, стоящий перед х, содержит параметр А. А минус 6. Если этот множитель обращается в 0, уравнение не имеет корней, потому что слева будет 0, а справа будет 8. Неверно, корней нет. В каком случае корней нет? Когда вот этот множитель равен 0. А это будет в том случае, если параметр А принимает значение 6. Итак, ответ 6. Задача вторая. Можно ли число 1 представить в виде суммы правильных несократимых дробей, если А равно С? Да, можно. А, 4, С, 4, А, В, 2. Значение суммы равно 1. Итак, вопрос «Можно ли?» Ответ «Да». Можно. Задача третья. Пять чисел относятся между собой как 1 к 3, к 5, к 7, к 9. Найдите большее число, зная, что сумма четвертого и разности третьего и первого – 110. Меньшее обозначим за х. Второе – 3х. Третье – 5х. Затем 7х и 9х. Это будет большее число. Так, по условию задачи известно, что сумма четвертого и разности третьего и первого – 110. Решая уравнение, находим значение х. х равен 10. Это меньшее. А большее в 9 раз больше. 90. Ответ – 90. Задача четвертая. Сколько диагоналей у выпуклого 20-угольника? У 20-угольника 20 вершин. Сколько диагоналей выходит из каждой вершины? Давайте рассмотрим, например, вот эту вершину. Сколько диагоналей выходит из этой вершины? Значит, в счет не идет сама эта вершина и две соседние. Потому что с соседними вершинами эта вершина уже соединена отрезками. Эти отрезки являются сторонами многоугольника. Итак, из вершины выходит 20 минус 3, 17 диагоналей. Так, в 20-угольнике 20 вершин. Из каждой выходит по 17 диагоналей. И одна диагональ на две вершины. Значит, надо разделить на 2. Потому что каждую диагональ сосчитаем и с одной стороны, и с другой. Надо разделить на 2. И получится 170. Ответ 170. Задача пятая. Какое число надо записать вместо вопросительного знака? Какое значение принимает квадрат? Три одинаковых множителя. Значение произведения минус 343. Подходит только минус 7. Минус 7 в кубе – это минус 343. Значит, вместо квадрата надо записать минус 7. Во второе равенство, там где квадрат, записываем минус 7. Если минус 7 умножить на минус 7, это будет 49. А значение вот этого выражения – минус 49. Значит, можно сказать, какое значение принимает звездочка? Минус 1. Значит, там где звездочка, надо записать минус 1. Так, в третьей строке вместо квадрата записываем минус 7. Вместо звездочки – минус 1. Значение произведения – минус 70. Значит, вместо круга надо записать минус 10. Так, ну а теперь четвертая строка. Там, где круг, записываем минус 10. Вместо звездочки – минус 1. А там, где квадрат – минус 7. Ну, теперь осталось выполнить действие. Так, значение частного – 10. А затем надо вычесть отрицательное число. Минус минус 7. Это будет плюс 7. Значит, 10 плюс 7 – 17. Вместо вопросительного знака надо записать 17. Субтитры создавал DimaTorzok